Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, как похудеть и как снизить сахар на булгуре. Часто пациенты приходят на прием и говорят, доктор, я слышал, что булгур очень полезен при снижении веса и при лечении диабета, так как он дает длительное чувство сытости. Правда ли это? Сегодня мы как раз таки булгур и обсудим. Если рассматривать булгур, то что это такое? Булгур это дробленая пшеница, которая обработана кипятком и высушена на солнце. То есть это пшеничная культура, это углевод, содержащий продукт. Если рассматривать энергетическую ценность булгура, то на 100 грамм сухого продукта содержится 345 килокалорий, 13 грамм белков, полтора грамма жиров и 58 грамм углеводов. То есть, как мы видим, преобладают углеводы, как и в других серых кашах. Сразу даю отсылку, что мы его относим к гарнирам, к углевод-содержащим продуктам, то есть кашам. Если рассматривать энергетическую ценность вареного булгура, то вареный на воде булгур на 100 грамм продуктов содержит всего 92 килокалории, то есть невысокая калорийность, 3 грамма белков и 0,27 грамм жиров. Углеводов содержится 18 грамм, то есть на 100 грамм продукта порядка полутора хлебных единиц. Если рассматривать гликемический индекс булгура, то есть скорость повышения сахара крови после употребления булгура, то он невысок. То есть он составляет всего 45-48 в зависимости от длительности варки. Чем меньше мы варим булгур, то есть чем более он жесткий, тем медленнее он поднимает уровень сахара крови. То есть хоть булгур мы берем, хоть киноа, хоть гречневую кашу, бурый рис, то есть все разрешенные каши при снижении веса и при диабете, как мы помним, чуть-чуть недовариваем. То есть чем более сохранна структура углевод содержащих продуктов, это каши, макароны, которые мы варим аль денте, недовариваем, либо же картофель, который мы стараемся избегать, чем более сохранна структура продукта, то есть чем меньше мы его термообрабатывали, тем медленнее он расщепляется, тем медленнее он повышает сахар крови. То есть стараемся чуть-чуть недоваривать. Если рассматривать пользу булгура, то чем нам полезен булгур? Во-первых, это высокое содержание витаминов и микроэлементов, то есть витамины группы В, Е, витамин К, П, П, микроэлементы, железо, кальций, натрий, фосфор, цинк, медь, марганец, селен, а также большое количество клетчатки, благодаря чему он дает чувство сытости и аминокислоты. То есть да, составные части белка тут тоже есть, поэтому чувство сытости действительно будет достаточно долго, если сравнивать с другими видами каш. Чем нам полезен булгур, то есть какие полезные свойства для нашего организма? Во-первых, булгур полезен для нашей нервной системы, то есть улучшает память, внимание, стабилизирует эмоциональный фон. В целом, если рассматривать питание, в основе которого лежит белок, овощи и медленные углеводы, то есть без сладкого, медленные углеводы дают более ровный сахар. Когда у нас нет качелей сахара, у нас более стабильный эмоциональный фон, потому как именно качели сахара, то есть то высокий сахар, то падение, дают различные психоэмоциональные нарушения. Почему, вот если посмотреть на деток, на маленьких, я думаю, многие из вас замечали, ребенок наестся сладкого, он бегает, он бесится, он капризничает. Когда мы ребенку даем нормальные серые каши, мы даем белок, овощи, то есть мы его не кормим постоянно сладким, у него не прыгает сахар, ребенок более спокоен. Почему? Потому что да, у ребенка психика более подвижная, более лобильная, но и у взрослого человека нервная система реагирует на скачки сахара. И поэтому, если у нас много быстрых углеводов в диете, белый хлеб, какие-то конфеты, много фруктов с фруктозой, которые тоже могут достаточно быстро повышать сахар, то у нас психоэмоциональный фон нестабилен. Когда у нас диета сосновый белок, овощи и понемногу медленные углеводы, у нас не только более стабильный уровень сахара и инсулина, у нас еще и более стабильная, более продуктивная работа центральной нервной системы. Это очень важно учитывать. Следующее, булгур полезен для состояния сердца и сосудов, он полезен для работы иммунной системы, кроме того, он полезен для работы кишечника, то есть он улучшает моторику, он профилактирует запоры. Кроме того, булгур имеет некоторые противовоспалительные и обезболивающие свойства. Однако, что важно учитывать? Булгур это достаточно грубая пища. То есть люди, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, то есть язвы, гастриты, воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения, могут давать обострения на фоне приема булгура. То есть булгур может быть дискомфортен для желудка и кишечника, поэтому если у вас есть проблемы с гастроэнтерологией в обострении, то прием булгура на время обострения мы убираем. То, что касается влияния на углеводный обмен, то есть навес на сахар крови. Булгур это серая крупа, которая схожа по свойствам, то есть по гликемическому индексу с другими серыми крупами. То есть бурый рис, киноа, гречка, перловка, овсянка. Соответственно, булгур действительно дает плавный подъем сахара крови, плавный инсулиновый отклик. То есть если мы употребляем булгур вместе с белком, с рыбой, с курицей, с мясом, с яйцами, и с овощами, с низкоуглеводными, с огурцами, с кабачком, с капустой, то как гарнир, да, это прекрасно и при снижении веса, и при диабете. Но тут важно учитывать порцию, то есть порция небольшая, 50-100-150 грамм в зависимости от типа диеты. В таком виде с белком, с клетчаткой, с небольшой порцией, да, действительно, булгур будет способствовать снижению веса и нормализации уровня сахара. Однако, если булгур употреблять в чистом виде, натощак и огромными порциями, то он будет способствовать росту сахара и набору веса. То есть булгур, как и остальные серые крупы, мы употребляем в качестве гарнира к белку клетчатки в первую половину дня. И именно тогда он будет способствовать и снижению веса, и стабилизации сахара. Больше информации о здоровом питании, о снижении веса и сахара вы узнаете в школах питания на сайте Ольга Павлова РФ. Будьте здоровы!